всем привет с вами татьяна на канале секреты жизни на даче сегодня хочу поговорить с вами о томате монгольский карлик дело в том что вот я уже года два пыталась их приобрести читала комментарии смотрела всякие видео и года два я пыталась купить и вырастить конечно но везде где я сталкивалась с вопросами в магазинах с продавцами общалась они говорят что томат этот не поступает в торговую сеть это только нужно или как профессиональные семена или у коллекционер заказывать но я почему-то никогда не заказывала в интернет магазинах не знаю но наверное потому что я живу в москве и у нас здесь очень много разных магазинов которые торгуют семенами и не по такой цене конечно может быть где-то на периферии в отдаленных уголках россии или даже не в россии может быть тяжело купить они заказывают семена в интернет магазинах у коллекционеров людей которые этим занимаются я никогда никогда не заказывала интернет магазинам я не доверяю в общем не сталкивалась я с этим пошла в магазин выбрала и купила и вот прошло два года получается как я не могла купить семена монгольского карлика мне просто интересно я выращиваю много семян много томатов но в смысле много сортов и гибридов томатов и мне было интересно просто попробовать и как-то случайно я сейчас уже время такое огорода нет сада нет дачу уже закрыли отдыхаем хожу по магазинам по семенам и в ашане и в леруа и у нас здесь есть магазина 6 соток есть там специальный магазин семян и вот в одном случайно совершенно небольшом магазинчики я увидела вот семена монгольского карлика вот в такой упаковке то есть они эту упаковочка вот такая вот обычная маленькая допустим а это вот такая большая упаковка вот настолько вот в общем я естественно сразу в пачке здесь 20 семян и я естественно сразу купила вот на следующий год буду значит сажать показывать и самой мне просто очень интересно самой что же это за такой необычный томат вот значит тут пишут что ультра скороспелый сорт то есть главное чтобы один раз заиметь семечко этого томата и дальше можно уже брать самим семена семена брать не трудно семена всю жизнь наши бабушки неграмотные брали то есть сейчас для современного общества труда не составляет вырастить свой собственный томат и взять из него семена то есть проблем никаких с этим нет и они будут не хуже профессиональных а даже лучше потому что этот томат помидор выращен на вашей земле на вашем участке он адаптирован к вашему климату и получается он уже будет приспособлен поэтому взять свои семена проще всего вот его значит на нем написано ультра скороспелый сорт меньше ухода больше урожая не подвязывать не посынковать сорт получен от селекционер любителей из алтайского края в дальнейшем улучшался на опытном поле в огороде новосибирска то есть он как бы неприхотливый такой холодостойкий но в московской области у нас конечно тоже зона рискованно в земледелии потому что возвратные морозы это оттепель это вот осенью нас никак не установится снега нет мороз земля вся промерзшая то получается весной тоже только мы все посадили в мои возвратные морозы то есть как-то зон зона рискованного земледелия но они хоть и пишут что нужно значит этот томат для открытого грунта я его попробую посадить в теплице и обязательно землю замульчирую или нужно ее будет закрыть укровным материалом вот таким черным плотным чтобы они же селиться этот томат селиться ультра скороспелый чудо сорт получен от селекционера любителя значит опять тоже самое пишут куст детерминатный детерминатного типа роста плоды достаточно крупные массой 200 грамм глубокого темно-красного цвета миссистость балансированный по вкусу не знаю какой по вкусу можно не подвязывать так как куст прекрасно стелится по земле и может занимать площадь от 0 5 квадратных метров мишу пишут можно не подвязывать значит можно и подвязывать но если он будет стелиться по земле то здесь риск что все таки томатики будут загнивать поэтому нужно обязательно землю замульчировать значит монгольский карлик просто находка для ленивых он не требует посынкование подвязки может спокойно перенести отсутствие полива но затяжные эксперименты проводить все же не стоит то есть получается любой сорт любой томат любой овощ все мы можем вырастить только прикладывая свои собственные усилия и вкус будет зависеть то есть это не зависит от семян от селекционера от любителя от профессионала то есть семена не в африке как говорится семена а все зависит от того что в какую землю мы их посадим и как мы будем ухаживать то есть если мы будем у нас хорошая плодородная почва и вовремя полив и вовремя там какие-то мероприятия по опрыскиванию по подкормке то здесь получается и вкус будет другой это я к чему говорю что некоторые говорят что невкусные не сладкие там или наоборот сильно сладкие все зависит от нас от нашей почвы от климата от ухода и здесь вот мелким такой ким шрифтом я прочитала что здесь так напрямую пишут сейчас скажу чего они пишут так размер и качество урожая напрямую зависит от условий выращивания то есть любой томат любой сорт зависит от условий выращивания если у нас плохая земля как вот моя соседка они купили дачу она готова у нас земля глина правильно чего вырастет в глине мелкие зеленые невкусные поэтому значит мы должны не бежать и не покупать семена от профессионалов или от тех кто нам их рекламируют у них они нам показывают такой шикарный урожай правильно они уже умеют выращивать у них хорошая земля у них есть знание умения а тот человек который не не умеет и просто так купила посадила потом говорит что у меня все невкусно все плохо все кисло все мелко то есть этому человеку нужно немножечко подучиться все приходит с опытом поэтому любой томат вот я к чему это говорю что сейчас много очень разных блогеров рекламируют магазины там сид пост там еще что-то 7 семян в общем одни интернет магазина заказывайте там на 1000 рублей на то на сё да не надо кому нужны семена на 1000 рублей чем и склад из них будем делать купил вот пачку на следующий год взял уже тут 20 штук вот написано количество семян 20 штук партии номер 2 на следующий год мы уже возьмем свои семена и для начала можно даже не сажать все 20 а посадить 10 штук посмотреть как они будут себя вести смотря где их сажать в открытом грунте или в теплице потому что я сейчас смотрю видео и многие показывают что в открытом грунте они как бы не полностью налились не полностью созрели не хватает им времени уже наступили холода он на такой немножечко поздний наверное сорт поэтому они нигде не пишут что он поздний то есть они начинают завязывать уже ближе к августу и не успевают плоды созреть и налиться они мелкие зеленые то есть их нужно дозаривать дома поэтому попробую посадите на улице и в теплице а на улице тоже рано не высадишь в мои в первых числах мая его не высадишь потому что даже в июне у нас бывают заморозки в этом году вот были в июне поэтому посадить надо и в открытом грунте и в теплице или под укрывной материал под пленку или временное укрытие и уже смотреть наблюдать как он поведет себя у нас но просто интересно у кого конечно уже много сортов выращивалась хочется этот вырастить у кого есть интерес к этому то есть вот я приобрела и буду смотреть как у меня он пойдет конечно все нужно будет вовремя не просто посадила забыл все-таки немножечко приложить какие-то усилия чтобы получить соответствующий урожай так что и вам говорю не гонитесь за семенами от профессионалов или за семенами которые нужно брать пачками по сто штук они вам совершенно не нужны вы даже не знаете как к нему подойти с какой стороны там кто-то многие может быть и знают и сажают сразу сто штук но во всяком случае я говорю для начинающих для тех у кого нет опыта не надо много хватать наш на следующий год будет еще какой-то сорт рекламироваться и захочется вам его посадить и попробовать получается нужно вот уже поступил ли в продажу в обычные магазины за небольшие деньги вот такие вот семена у кого есть интерес к этому те найдут не не надо пока еще время есть у нас до следующего урожая поэтому не надо выписывать на большие суммы в деревне например нет у них у мамы было пенсии допустим действие еще они брали всегда свои семена то что пакетик рекламируемых семян 100 рублей и сколько их там надо купить и попробовать получается что нечего выбрасывать деньги лишние а потом мы начинаем плакать что у нас маленькой пенсии что мы то да сё вот сейчас уже появляются вот небольшими расфасовками в разных магазинах у кого есть интерес поищите напишите мне я вам скажу где этот магазин находится это не реклама то есть можно поехать и купить свободно все всем пока подписывайтесь ставьте лайк пока